Упражнение для чтения по методу доктора Пимслера Урок номер 4 Прочитайте вслух первую строку Строка номер 2 Попробуйте прочитать строку номер 3 Попробуйте прочитать пятую строку Обратите внимание, как повышается интонация к концу вопросительной фразы Прочитайте пятую строку еще раз Попробуйте прочитать строку номер 6 В седьмой строке вам встретится новый звук Слушайте и повторяйте Восьмая строка Переходим к десятой строке Повторяйте вслед за диктором Обратите внимание, как стоящее на конце слова буква И меняет звучание предыдущего слога Прочитайте вместе слова из девятой и десятой строк Сейчас слушайте и повторяйте строку двенадцать Обратите внимание, что сочетание букв в конце этого короткого слова тоже произносится как Прочитайте двенадцатую строку еще раз Строка номер тринадцать Пятнадцать Попробуйте прочитать шестнадцатую строку. Посмотрим на семнадцатую строку. Слово «have» является исключением. Оно произносится так, как если бы в нем не было заключительной буквы. Прочитайте строку номер восемнадцать. Девятнадцать. Попробуйте прочитать двадцатую строку. Четвертый урок чтения окончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...